Инклюзивное образование в Украине. Учителя, родители и студенты на двухдневном форуме в Киеве искали решение, как улучшить условия обучения в школах для детей с особенными потребностями. Удалось ли им это сделать, узнавали наши журналисты. Комфортное образование для всех. Такая цель форума, на котором участники со всей Украины работают над улучшением инклюзивного обучения в школах. Организаторы убеждены, это необходимо не только детям с инвалидностью, но и школьникам из семей внутренних переселенцев и иммигрантов. Это и дети ромской национальности, и дети, которые приехали из других стран, не знают украинского языка, потому что мы учимся на украинском языке. Это дети, которые были в условиях войны. Это внутренне перемещенные дети и переселенцы из других стран, потому что война не только в Украине идет, к сожалению. С 12 лет Ульяна передвигается с помощью инвалидного кресла. Из-за травмы позвоночника после ДТП учится в обычной школе. А ее брат в связи с проблемами со здоровьем посещает школу для детей с особыми потребностями. Брат приходил со школы и всегда говорил, что мне там плохо. Я чувствую, что я отстаю, потому что программа для всех одинаковая, она очень упрощена. Я хочу знать больше, мне некомфортно. Я не хочу, чтобы так происходило с детьми, с людьми, чтобы каждый мог выбирать, что ему делать, где ему учиться и как ему учиться. Программа была адаптирована для всех. В прошлом году Украина приняла закон об инклюзивном образовании. Он обязывает каждую школу принимать детей с особыми образовательными потребностями. Однако, по данным Министерства образования, только 9% украинских учебных заведений могут обеспечить им комфортное обучение. У нас есть представление, как это образование должно работать. У нас есть понимание, почему это важно и что мы должны для этого делать. Но нам не хватает конкретных действий, чтобы это обучение работало так, как должно. И нет успешных примеров того, что эта система действительно действует в украинских реалиях. Лучшие проекты и разработанные новые подходы на форуме будут внедрять в украинских школах. Артур Корниенко, Евгений Сакун, UATV.